Игорь Руденя провел в правительстве Тверской области заседание регионального Оргкомитета Победы. Обсуждался план мероприятий по подготовке проведению на территории Верхней Волжья празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об основных решениях, принятых на заседании, расскажет Мария Шалованова. В 2020 году Тверская область станет одной из главных площадок проведения праздничных мероприятий. В частности, внимание будет приковано городу воинской славы Ржеву. Напомним, там произойдет долгожданное открытие мемориала советскому солдату. На территории нашей области создается мемориал, который будет самым крупным на территории стран бывшего Советского Союза. И кроме того, мы с вами имеем два города воинской славы, два города воинской доблести. И на нас это тоже накладывает очень высокие полномочия, очень высокая ответственность. Особое внимание будет уделено ветеранам. Игорь Рудене отметил, самое главное при подготовке к празднику – уделить особое внимание каждому из людей военного поколения. Сейчас в Тверской области проживают 13 683 ветерана. В 2019 году на улучшение их жилищных условий в Тверской области предусмотрено более 60 миллионов рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем 41 человека. Также предусмотрены денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсация затрат на изготовление зубных протезов и другие виды поддержки. Будет организовано проведение планов и поценно-опседований ветеранов Великой Отечественной войны. Ранное обсуждение проводится с января по 30 апреля и оплатывает всех ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, участников, в том числе с выездом на местное жительство ветеран, если такая возможность посещения больницы не представляется для них ветеран. В свою очередь эксперты отметили, что ветераны – это основа патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведь современная молодежь, возможно, последней, кто застал героев того времени. Наша задача – это дойти до каждого ребенка, до каждого. Вот то, что и требует наш президент. Не так, как в школу приходят ветераны, собирают там в спортзале, значит, кого успеют поймать и проведут там несколько слов. Я считаю, что это нужно проводить планово и в каждый класс, в каждый класс приглашать ветерана, который бы рассказал о событиях 75-летней давности. Кроме того, ежегодно ветеранам предоставляется региональная денежная выплата ко Дню Победы. В 2020 году решением Игоря Рудени впервые ее получат более 100 тысяч жителей Верхнего Ложья, ранее не получавших данной поддержки. Это труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также дети войны, статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году.